Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами попробуем разобраться с освещением программы iClone. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот по умолчанию у нас, если мы откроем вот эту вкладочку, есть два освещения. Вот это первое, основной цвет. Если мы нажмем на вот эту вот кнопочку, то мы видим направление основного нашего света. Что мы можем с ним сделать? Мы можем его поворачивать по трем осям. Вот видите, что получается. И вот так вот. Мы можем изменить ему цвет. Ну вот, чтобы было более наглядно, давайте я возьму ярко-синий. Видите, что происходит? Вот опять мы меняем. Мы можем изменить ему интенсивность. То есть вместо вот этого значения я поставлю, к примеру, 3. И что мы видим? Видите, какой яркий у нас появился. Это я не туда нажала. Сейчас мы вернемся. Вот какой яркий у нас появился свет. Мы можем добавить тень. Вот если мы поставим вот эту галочку, то у нас появляется тень. И мы можем его выключить. Либо вот здесь, вот этой галочкой, либо вот здесь. Видите? Вот этот значок нам показывает отток, что свет выключен. Ну и видимость его выключается вот здесь. Еще у нас по умолчанию стоит окружающий свет. Если мы включаем его видимость, вот мы тоже видим, куда он направлен. С ним мы можем делать то же самое. Все абсолютно то же самое. И тень у нас можно добавить, и яркость, и цвет поменять. Это то, что у нас стоит по умолчанию. Мы этим с вами сейчас пользоваться не будем. Поэтому я выключаю видимость и одного, и второго света, и выключаю его в программе. Видите, когда весь свет выключен, вот что у нас получается. Если мы будем крутить и смотреть нашу сцену, мы практически ничего не видим. Давайте посмотрим, что еще есть у нас в этой программе. Для этого мы заходим вот в эту вкладочку, нажимаем левую кнопку мыши, ищем наше освещение и смотрим. Первое, что нам предлагается, это почти то же самое, что у нас было по умолчанию. То есть это направленный свет, который мы точно так же можем вращать, убирать тень, изменять интенсивность и цвет. этот свет нам тоже пока не нужен. Мы его удаляем. Клавиши DEL. Смотрим, что здесь еще есть. Вот это прожектор. Что мы можем с ним делать? Мы точно так же можем его вращать по всем осям. Мы можем его передвигать туда, куда нам надо. Вот так. Но вы видите, что сейчас у нас ничего не происходит. Мы не видим его действия. Почему? Потому что он находится очень далеко от нашей галереи. Если мы сейчас перейдем в вид сверху и немножечко зумом удалим. То есть вы видите, где находится наш прожектор. Вот находится наш прожектор, а вот аж где наша комната. То есть нам нужно либо вот так вот его подвинуть именно в комнату. И тут тоже нам непонятно. Он, видимо, очень еще и высоко. Либо мы можем удалить его. Возвращаемся в нашу плоскость. Постараемся сейчас как можно ближе войти в нашу галерею. Оказаться фактически внутри галереи. Вот так. И вот здесь уже добавить наш прожектор. Видите, теперь нам видно, что он действительно что-то освещает. Мы можем его точно так же поворачивать. Вот видите. Но тут у нас появляется уже перемещение. И теперь мы посмотрим, какие еще характеристики у него есть. Ну, включение-выключение понятно. Тень от него тоже можно включить. Здесь мы можем добавить цвет. Точно так же. Вот, к примеру, такой синий. Мы можем изменить ему интенсивность. Вот, чтобы было нагляднее видно. Я поставила троечку. И видите, вот какой он у нас насыщенный. Ну, я вернусь, пожалуй, к этому цвету, чтобы было привычнее и удобнее. Давайте немножечко отъедем, чтобы нам лучше было видно. Работа нашего прожектора. Итак, я его немножечко поверну, как бы, чтобы он светил в наш пол. Давайте посмотрим, какие у него еще есть настройки, помимо тех, которые мы уже знаем. Ну, включение-выключение понятно. Тень понятно. Интенсивность, цвет. Это все мы уже знаем. Теперь смотрим. Вот этот бегуночек у нас отвечает за диапазон. То есть, видите, вот я меняю, и вместе с этим бегуночком меняется его диапазон. Вот эту галочку, если мы убираем, то будет более резкая смена. Вот, смотрите. Вот так он появляется, и дальше распространение идет. А вот так более мягко, как настоящий свет. Следующая вкладка, это у нас угол. И еще одна вкладка у нас, это спад или затухание. То есть, вот если мы ее двигаем, видите, какие изменения у нас происходят. С прожектором мы разобрались. Я его тоже пока удалю. И давайте посмотрим еще один источник, который у нас есть. Это точечный свет. Но для начала давайте все-таки подальше зайдем в нашу галерею, для того, чтобы нам не пришлось потом долго его искать. Вот наш точечный свет. Вот видите, сразу он у нас появился, и мы можем с ним работать, потому что мы уже видим. Этот источник обычно используется в качестве окружающего света. И настройки его точно такие же. Вот вы видите. Единственное, что от него нет тени. То есть, эта функция недоступна для него. Но мы можем его точно так же перемещать, вращать, хотя вращение в данном случае ничего не дает. и менять интенсивность цвет и распространение. Давайте воспользуемся именно вот этим источником, для того, чтобы равномерно распределить цвет по нашей галерее. Если мы покрутим, посмотрим, видите, вверху вот у нас на потолке появилось такое пятно. Но нам оно совершенно не нужно. Поэтому мы давайте опустим наш светильник чуть ниже и уменьшим интенсивность. Я поставлю 0,5. вот видите, уже у нас пропало вот это пятно. Но если мы повернем, такой небольшой свет получился. И немножечко добавим диапазон. Обычно ставят несколько таких светильников и они дают мягкий свет. Давайте и мы сделаем то же самое. Чтобы нам лучше видно было, давайте мы уберем сейчас наш потолок в сторону и попробуем сделать это на виде сверху. Сначала выставим его посредине комнаты. Наш светильник. Вот я его выделяю, немножечко подниму вверх. Вот так, чтобы он где-то на средине был. Теперь переходим в вид сверху. Отодвигаемся, чтобы нам лучше видно было. Снова выбираем светильник и ставим вот сюда, к примеру. Добавляем еще один точно такой же светильник. Он у нас получается очень высоко. Мы переходим в вид спереди. Далеко отъезжаем. Опускаем его. Даже низко очень получилось. Вот так нам нужно. Снова переходим в вид сверху. Отодвигаемся. Ставим этот светильник вот сюда, на это место. Еще раз отодвинемся. Вот примерно вот так. И меняем ему характеристики. Здесь у нас было 0,5. И интенсивность вот немножечко мы больше сделали. Я добавлю еще два светильника, чтобы у нас было равномерное освещение. Для начала можно придвинуться. Добавляем один светильник. И сразу же еще один добавим. Вот так. Посмотрим спереди, что у нас получилось. Вот наш светильник. Один. И вот наш светильник второй. Вот мы их поставили вот так. Смотрим на виде сверху. Что у нас получается. Нужно их немножечко раздвинуть. Этот сюда мы поставим. Изменяем ему интенсивность. А этот подвинем в противоположную сторону. И тоже изменим ему интенсивность. Теперь можно перейти в нашу перспективу. И посмотреть, что у нас получается. Повернем немножко. Приблизимся. И можно поставить наш потолок на место. Вот мы берем потолок и двигаем его на место. И приближаем еще. И смотрим. Вот видите, у нас уже освещение появилось. Ну, немножечко маловато. На мой взгляд. Поэтому нам нужно, наверное, все-таки добавить интенсивности. Немножко. На потолке мы его немножко видим. Ну, можно опустить их чуть ниже. Еще. И добавить немножко интенсивности. Вот я опустила. Или давайте добавим все-таки диапазон. Вот так, чтобы было... Тут достаточно. Вот этот мы еще чуть-чуть добавим. Вот такая освещенность у нас получилась. Общая освещенность нашей галереи. Теперь мы можем вот эти вот глазики позакрывать. Помимо этого освещения в программу Eclone можно добавлять еще готовые 3D светильники. Некоторые из них уже есть в нашей программе. Давайте теперь посмотрим, что они из себя представляют. Мы заходим во вкладку контент. Пробсы. И ищем здесь освещение. И вот у нас сразу появляется несколько светильников, которые мы можем использовать в нашей программе. Я предлагаю сейчас, поскольку у нас картинная галерея, воспользоваться вот этим светильником. И мне очень понравился вот этот. Ну, давайте с него и начнем. Я его выбираю, дважды щелкаю левой кнопкой мыши, и он у нас здесь появился. Я хочу этот светильник поставить над лестницей. Вот сюда. Немножечко поворачиваем нашу сцену. Перетаскиваем его чуть дальше. И вот такой желтенький свет у нас будет над лестницей. Если мы повернем нашу сцену, вот видите, у нас в проеме двери очень хорошо его видно. Сейчас мы немножечко ближе подвинемся. Вот такой у нас свет. Мы можем задать ему интенсивность. Вот у нас появилась еще вкладка, которая отвечает за вот эти светильники, которые у нас есть. Вот если мы вот этот бегуночек немножко подвинем, видите, мы увеличиваем яркость этого света. Вот. Вот у нас такой яркий будет свет в коридор. Ну и теперь немножечко отодвинемся и сделаем... Сейчас я немножко подвину, все-таки, чтобы он над самой лестницей был. Вот. Вот так. Поворачиваемся. Вот. Хорошо. Вот как раз отлично у нас видно, что там идет еще проход и свой уже свет. Теперь я хочу добавить еще на вот эту вот дальнюю стену вот такие светильники. Давайте мы снова уберем наш потолок, потому что он нам сейчас будет мешать. Я его просто отодвигаю в сторону. И сейчас беру вот этот светильник, добавляю в нашу сцену. Немножечко двигаю и ставлю на... Видите, как красиво у нас появляется и тень, и все, что нужно. Вот этот светильник я могу продублировать. Для этого я нажимаю клавишу Ctrl и двигаю в сторону наш светильник. Вот у меня еще здесь один и еще раз я дублирую с клавиши Ctrl. Ставлю вот сюда. Давайте попробуем еще раз продублировать его. Сейчас я поверну, чтобы лучше было видно. И поставим на вот эти стены еще, которые у нас под углом 45 градусов. Повернем по оси Z. Вот я его скопировала, немножко выдвигаем сюда и поворачиваем по оси Z на 45 градусов. Снова придвигаем к стене. И точно так же мы можем поставить вот здесь. Давайте возьмем вот этот вот светильник, скопируем. Повернем его по оси Z на 315 получается градусов и придвинем. И придвигаем. Чтобы нам выставить их так, как положено, давайте зайдем в вид сверху. Вот видите, я немножечко отдалюсь. Вот он у нас расположен вдалеке от стенки. Мы должны его придвинуть. Значит, я беру вот так вот, придвигаю. И немножечко здесь у нас угол не совпадает. Вот так сделаем. Следующий. Отодвигаемся, смотрим вот это. Вот у нас лампа тоже стоит не посредине. А у нас не получается ее выделить. Поэтому заходим в сцену и смотрим. Вот это она у нас нет. Вот она. Выделили мы эту лампу. И сейчас подвинем так, как нам нужно. Двигаемся дальше. Следующую лампу выставляем. Вот так. Потом следующую. И последняя у нас стоит на месте. Возвращаемся в наш вид. Поворачиваем немножко. Возвращаем потолок на место. И сейчас посмотрим настройки наших ламп. Сейчас мы немножечко выставим правильно потолок. Вот так. Покрутим, посмотрим. Вот лампы наши есть. Все видны. Значит, смотрим, что у нас здесь есть. Давайте так, чтобы видно было хорошо лампу. Я немножечко разверну. Вот выделилась первая наша лампа. Давайте немножечко приблизимся, чтобы лучше было видно. Что мы можем здесь изменить. Значит, во-первых, мы можем зайти вот сюда вот и посмотреть, из чего она состоит. То есть, вот это прожектор. Если мы его отключим, вот у нас только остался внешний вид лампы. То есть, мы можем работать непосредственно с ней, как с прожектором. Вот здесь все эти настройки. Вы знаете, да? Вот интенсивность, цвет и так далее. Все это вот мы можем поменять. И поворот тоже. Мы можем ее повернуть немножечко к стене, чтобы лучше было видно. Вот, к примеру, мы вот эту вот так выставим. После того, как мы сделали все настройки, мы делаем ее невидимой. Вот так. И вот это у нас внешний вид, так сказать, этой лампы. Показан, да? Еще что мы можем здесь делать? Вот если мы выбираем эту лампу, у нас есть вот такая вот еще настройка, где мы здесь можем интенсивность увеличить. Вот то, что мы сделаем. У этих светильников есть еще несколько настроек. Вот у нас выделен один из них. Если мы нажимаем на вот эту кнопочку, то мы видим, что здесь можно изменить цвет этого светильника. Ну вот, например, берем вот этот. Видите, как сразу изменилось наше освещение? Ну, мы вернемся к нашему предыдущему. Вот есть еще три настройки. Вот это вот рабочий свет, вот это как бы сломанный, и огонь. Вы можете потом сами посмотреть эти настройки, что там меняется. Точно так же мы настраиваем все остальные светильники. Единственное, что я хотела вам еще показать здесь, это если мы вот на примере вот этого вот светильника включим вот эту кнопочку и попробуем воспроизвести то, что у нас получилось. Вот видите, у нас лампа начинает мигать. Пожалуй, это все настройки нашего освещения и светильников. Единственное, что мне непонятно, это вот эти вот лампы, которые смотрят на нас и которые находятся вот здесь, самые первые, мы можем видеть их настройки. Если мы их, например, вот так выключим, само освещение, видите, появляется следующее, то есть настройки для следующей лампы. Вот я отключаю здесь видимость этой и появляются у нас настройки вот этой. С чем это связано, мне непонятно. Но, может быть, это так заложено в программе, может быть, я где-то что-то не доглядела, не знаю. Но я пока отключаю, то есть во время воспроизведения фильма нам придется здесь немножко поиграться, чтобы показать визуально именно вот эти вот лампы. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами познакомились с общим освещением и с лампами, которые встроены в программу iClone. Надеюсь, урок вам понятен. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Продолжение следует...